Планирование движений Планирование движений – это то, что возникает благодаря тому, что есть сенсорный уровень. То есть первые два пласта – это сенсорный уровень, дальше начинается сенсомоторный, то есть то, что позволяет нам двигаться. Планирование движений – это наша способность понимать расстояние, понимать, с какой скоростью нам нужно двигаться, понимать, с какой интенсивности движения нам нужно совершать, чтобы что-то сделать. Вообще, например, чтобы взять стакан с водой, мне нужно протянуть руку, и взять его, охватить рукой. Вот как это все сделать, за это все отвечает планирование движений. Контроль положения тела – это наша способность понимать вообще, в каком положении тело находится. Я сейчас сижу, я это знаю, потому что работает все мои сенсорные системы. Я сижу, и я не падаю, я не облокачиваюсь. Ну, то есть облокачиваюсь я только если устает спина, например. То есть я могу удерживать вертикальное положение именно благодаря работе всех сенсорных систем, слаженной работе. Когда сенсорная интеграция нарушена, нарушение сенсорной интеграции, мы очень часто видим детей, у которых контроль положения тела нарушен тоже. Им сложно сидеть, они не понимают, в каком положении они находятся. Они могут вообще не осознавать, какие движения они делают. Вообще делают они движения или не делают. То есть вот здесь может быть сложность в контроле положения тела именно из-за того, что нарушены, как правило, мы всегда смотрим в самую, в самую, в самую основу. Нарушена глубокая чувствительность, проприоцептивная, нарушена тактильная чувствительность и согласованная работа всех трех базовых сенсорных механизмов. Кстати, дети с гиперактивностью, да, вот у меня ко мне приходит огромное количество родителей, да, и детям ставят СДВГ. Я смотрю на ребенка, и это вообще не СДВГ, да, ну не может у ребенка с СДВГ вот так двигаться. А у него нарушено, да, планирование движений нарушено, контроль положения тела нарушен, ориентировка в пространстве, сложности с ней, то есть много всяких сложностей. И разбираясь, мы выясняем, что у ребенка просто-напросто сенсорный дисбаланс, да, нарушение сенсорной интеграции, и никак не с синдром дефицита внимания и гиперактивность. Вот, то есть здесь нужно хорошо в этом во всем тоже разбираться и видеть причину. Саморегуляция, да, насколько ребенок чувствует и способен сам свое состояние регулировать. Мы в сенсорной интеграции очень много с этим работаем. Ребенок, да, потому что всегда после фазы, после фазы активности, да, вот так вот все, саморегуляция, она движется всегда по такой структуре. Есть сначала активность, после нее всегда есть спад активности, и идет восстановление, отдых такой, да, потом снова идет подъем активности, активность и снова ее спад. Вот по такой траектории движется, все время работает наша нервная система. Так мы устроены. И ребенок, у которого, например, активность преобладает над фазой спада, да, восстановление, это ребенок с перевозбуждением, да, с очень сильными, ну, в общем, перевозбуждение у ребенка, да, сильнейшее может возникать, просто потому, что у него не выстроена саморегуляция, да, и сенсорная интеграция очень этому помогает. Самостоятельность, ну, конечно, да, самостоятельность тоже формируется не сразу, и формируется она, вот, на основе всех предыдущих уровней, да, то есть вот это все последовательные уровни. Конечно, очень условная вот эта, да, последовательность, но всегда мы понимаем, что в основе лежит сенсорная интеграция. Это закон. И если мы видим какие-то сложности у ребенка, например, саморегуляции, то работаем не с самой саморегуляцией, да, не бьем прямо вот в больное место, а работаем с тем, что лежит раньше, с тем, что находится раньше, да, и, как правило, мы копаем-копаем и возвращаемся в то, что, например, нарушена вестибулярная чувствительность у ребенка. Ребенок со сниженным вестибулярным аппаратом, он хочет все время очень-очень много кружиться, качаться, стимулировать свою вестибулярную, да, систему. И ему сложно остановиться, ему сложно почувствовать предел своих ощущений. И он может качаться до тех пор, пока ему просто-напросто не стошнит, пока ему плохо не станет. И поэтому мы помогаем ребенку выстроить работу на базовом уровне, да, выстроить, как бы, свой контакт с базовым уровнем, и тогда у него и саморегуляция выстраивается, да, и тогда он может и на занятиях быть более спокойным, более концентрированным, и быть более внимательным, да, и замечать в себе свои какие-то состояния и вовремя уметь с ними справляться. То есть тут очень много задач. Посмотрите еще поведение. Видите, где поведение находится? Вот в этом вайсбурге, где оно находится? Высоко находится, высоко, да. Дети с поведением, с нарушениями поведения могут, ну, быть, у них могут быть сложности поведения вовсе не из-за того, что они так, не знаю, хулиганы, непослушные, избалованные дети, а просто потому, что у них не выстроено. Например, приведу пример. Ребенок со сложностями поведенческими, да, привели ребенка со сложностями поведенческими, запрос у родителей на то, что ребенок не слушает никого. Когда я стала с ним заниматься, я увидела, что, во-первых, у него напрочь отсутствует самостоятельность, и она отсутствует не потому, что он не может быть самостоятельным, а потому, что со стороны родителей идет очень сильная гиперопека, да, очень сильно, то есть за него делается все. Я буду вам все время говорить про эту самостоятельность, как монтессори-педагог еще, все время буду говорить, насколько она важна. Очень важна, невероятно важна. Вы даже себе представить не можете, насколько самостоятельность важна. Вот. Так вот, ребенок этот был совершенно не самостоятельным. Ему уже было 6 лет, да, он все, ну, то есть, в общем-то, он ничего не может. И когда ребенок самостоятельный, у него есть вот это чувство «я могу», даже, ну, независимо от того, как он развивается. Есть у него, там, может он, в принципе, физически снять носочки, да, или не может, да, там, ну, что-то ребенок всегда может, да, и найти главное, что он может, и через что он может получать вот это чувство «я могу» – оно очень важное. Вот. И этого ребенка, этого чувства «я могу» не было, зато он его нашел в вызывающем поведении, да, он начинал там все раскидывать, кидаться в людей предметами, и через это он только таким образом самоутверждался в этом «я могу». Но помимо поведенческих сложностей, да, у него были сложности, конечно же, с саморегуляцией, ориентировка в пространстве, ему сложно было сориентироваться в пространстве, да, это значит, вот весь вот этот уровень перед поведением, он у него уже страдал. Потом смотрим дальше, 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 и, конечно же, мы приходили к тому, что у него просто-напросто не согласованы первые базовые три механизма вот этих сенсорных, да, мы начинаем работать с ними, параллельно обучаем, да, в смысле, да, тому, что ребенок может делать сам, и приходим к тому, что уровень его поведения, да, и меняется, уровень негативного, да, такого, ну, негативизма, он уходит. Кстати, концентрация внимания здесь же, да, вовсе даже не в самом начале, речь только здесь, и потом уже дальше идет обучение. Конечно, это очень примерная схема, не подробная, не очень подробная, то есть тут из каждого, каждый раздел вот этот можно рассматривать очень-очень-очень много, естественно, да. Моя задача вам показать вот через эту схему, какое место занимает обучение, да, и что важно, что, да, мы работаем, да, я всех вас очень призываю, работать с ребенком не сразу с обучения, не сразу на чего начинать ему чего-то, на чего-то учить, внешне как бы такому, да, сколько прорабатывать почву, да, прорабатывать то, что находится до обучения. Ребенок с аутизмом с ДВГ, проблема очень чувствительна по нескольким системам. Ну, музыкальный слух, очень тонкий, чувствует цвет и оттенки. Как ему, но все это ему мешает жить, как стабилизировать и снизить его восприимчивость? Да, большой вопрос такой. А, ему физически больно, когда кто-то фальшивит. А как у вас со слухом? Мне вот интересно, Лариса. Ага. Как вы понимаете, что человек фальшивит? Почему вы решили, что это связано именно с интонированием? Любопытно, я как музыкант. Да, гиперчувствительность, как правило, это как компенсация того, что, в чем здесь сложности. И вот посмотрите на эту схему, опять же. Смотрите, когда запахи очень чувствительные, вкусы, слух, да, звуки у ребенка воспринимает очень-очень тонко, когда, как правило, на первом уровне, на базовом, у него есть сложности. Да, и мы всегда смотрим сначала на то, как кожа, да, скорее всего, у ребенка и тактильная гиперчувствительность. Все дети-музыканты, понятно. Да, у него одаренность такая, видимо, да. Скорее всего, и тактильная гиперчувствительность может быть, равновесие может быть тоже высокая чувствительность, но при этом у него глубокая чувствительность, вот это мышечно-суставное, то, что называется проприоцептивное, она может быть снижена очень сильно. И когда здесь, да, вот, собственно, одно из базовых, да, из трех базовых ощущений, если оно сильно снижено, то все другие функции берут на себя компенсацию. Поэтому, работая с увеличением, да, с активизацией глубокой чувствительности, мы помогаем всем другим перестать брать на себя вот эту заботу, да, компенсацию брать. Бегает по потолку, отлично. Я очень люблю таких детей. Аутизм с СДВГ, ага, 5 лет. Татьяна, знаете, Знаете, когда ребенок бегает по потолку, это очень тяжело для родителей, но это счастье. Гораздо сложнее видеть ребенка, который, ну, не хочет по каким-то причинам, да, у которого почему-то нет протеста, да, вот такая пассивность ребенка, это значительно сложнее, значительно больнее, чем ребенок бегающий по потолку. Это вам в поддержку немножко. Собственно, основное, это то, что сенсорная интеграция, это подготовка почвы, да, я вот уже это сказала, подготовка почвы для развития и обучения. Все на этом будет базироваться. Я поэтому сенсорной интеграцией, сенсорным подходом и занимаюсь. Сенсорный подход для меня, это как подход к ребенку через сенсорику, через его тело, через телесность, да. Это вход в обучение, это по помощи ему войти в развитие и в обучение. Фотографии, которые здесь прикладывают, это фотографии, сделанные в нашем центре, глубина. И, собственно, думаю, что они вам будут интересны именно тем, как здесь все организовано, чтобы вы могли, может быть, что-то частично, да, детально делать дома. И вот смотрите, на правой фотографии, там, где за столом мальчик работает, он изучает цифры, там таблички, это Монтессорий материал. Я, как Монтессорий-педагог, я объединяю сенсорную интеграцию с методом Монтессория. Да, и Монтессорий-терапия, это мой очень важный инструмент для обучения детей. И есть здесь рядом тесто, и это тесто совсем не для того, чтобы лепить буквы с ребенком, цифры, а для того, чтобы облеплять ему ножки. Тесто, здесь его достаточно много, тесто, мы так играем с детьми, делаем как браслеты, такие на ноги из теста. Это сенсорное как раз восприятие, сенсорное воздействие на ножки, на ручки, помогаем, делаем такие плотники, браслетики. Это то, что помогает детям лучше тело ощущать, как раз детям с гиперактивностью, например, лучше тело ощущать, и лучше таким детям легче концентрироваться на какой-то обучающей задаче, легче с помощью сенсорного воздействия. Поэтому и педагог там сидит, специалист, она сидела рядом и обминала, и ножки проминала, я про эту технику еще вам буду много говорить. И тесто, тесто помогало ему концентрироваться. Вот такие тут у нас, так это обучение происходит. Для некоторых это бывает, ну, так, естественно, для кого-то это неожиданно, но это так. Не сказать, что мы занимаемся, не сказать, что цель сенсорной интеграции это обучение ребенка. Поэтому часто родители воспринимают эти занятия как отдых для ребенка. Говорят, ну, на ваших занятиях, он занимается с удовольствием, бежит сюда, воважен здесь. Все можно, это же игра для ребенка. Да, действительно, это для него игра. Ему нет необходимости сидеть за столом, за партой, выполнять какие-то задания. Здесь все по-другому строится. Это игра, двигательная игра. Но в этой игре это не просто игра. Там каждая деталь продумана, каждый момент. Есть четкие сформированные цели, задачи работы с каждым ребенком. Это терапевтический инструмент для работы с ребенком. И мы все время должны подумать, для чего мы делаем что-то. Как помогаем ребенку. То есть игра, да, игра полезная. Это почва для обучения. Вот. Сама Джин Айрес, это автор метода. Вот сейчас ее вам покажу. Показала уже. Вы, наверное, с этой фотографией знакомы. Она и в интернете много. И здесь книжка. Вам всем ее рекомендую. Ребенок. И сенсорная интеграция. По-моему, так она называется. Есть единственная книжка, Джин Айрес, переведенная на русский язык. Если вы наберете автора, то вы эту книжку сразу найдете. Собственно, сам механизм сенсорной интеграции, который она описала, он происходит в каждом человеке. В каждом. Он происходит незаметно, автоматически. Мы об этом не задумываемся. Но это механизм, который работает все время. Я сейчас попытаюсь вам его объяснить, чтобы вам было понятно. Если будет непонятно, переспрашивайте, пожалуйста. Потому что такой момент непростой, о котором вы, может быть, не задумывались, как родители, как я понимаю, здесь в основном родители. Но тем не менее, мне очень хочется, чтобы вы его понимали. Вот есть какой-то сигнал, который тело регистрирует. Например, кто-то дотронулся до кожи. Ну, например, не знаю, до плеча. Да, я вот вам с вами разговариваю, тут кто-то отрагивается до моего плеча. Я чувствую это ощущение. Это называется регистрация сигнала. Я его просто ловлю, что оно есть. Потом дальше идет следующая ориентация. Я понимаю, я чувствую, что дотронулись сюда. Я понимаю, что дотронулись до моего левого плеча. После этого идет модуляция. Это перестройка моей системы на то, что теперь мое тело живет вот с этим прикосновением. Я его как бы перерабатываю. Моя нервная система его перерабатывает. И есть последний адаптивный ответ. Моя реакция на это прикосновение. Например, мне неприятно, и я, не знаю, отталкиваюсь или отдергиваю руку. То есть что-то делаю, чтобы снять вот это неприятное ощущение. Или наоборот, мне приятно, и я подставляю еще и спинку, чтобы меня там погладили. Ну, к примеру, да? Вот. Это адаптивный ответ. То, что мы видим с вами в жизни, есть сигналы и есть адаптивный ответ. Собственно, адаптивный ответ – это поведение ребенка. Собственно, только глядя на поведение ребенка, мы можем понять, как он чувствует. Смотрите, на каждом этапе могут возникать сложности. Например, ориентация. Я чувствую, что ко мне кто-то прикоснулся, но я не понимаю, в какой части тела произошло прикосновение. Например, ну, вообще не понимаю. Это как раз та самая ориентация. И мне может быть просто-напросто страшно от того, что кто-то ко мне прикоснулся, я не вижу, где. Да, я вижу, чувствую, что кто-то прикоснулся, но я не понимаю, где, и не вижу этого. Это может вызвать страх, панику, и, соответственно, адаптивный ответ поведения будет соответствующим. Закричу, завяжу, не знаю, укушу, что-нибудь сделаю. Вот. Это когда, например, вот такой пример, да, сложности с ориентацией. Или модуляция, да, когда вот это прикосновение есть, я понимаю, что оно здесь, но перестройка нервной системы происходит со сложностями. И я тоже, это тоже, то же самое, да, я могу пугаться этого, потому что мне это неприятно. Я не понимаю, что происходит с телом, вроде бы кто-то вот тут вот что-то на левом плече происходит, но я не понимаю, что. То есть не успевает происходить, да, вот эта связь, она не происходит. И, конечно же, тоже адаптивный ответ поведения будет, скорее всего, отторгающим, протестным, потому что непонятно и неприятно. Я не понимаю, что такое. Вот. Это вот как раз модуляция, сложности модуляции. Очень часто я вижу у детей, очень часто. Например, ребенок, любое новое что-то, а вот дети с аутистическим спектром, вот это прекрасный пример, да, любое новое изменение какое-то может вызывать сложности. Почему? Просто потому что новое – это, значит, перестройка, модуляция сенсорная, да, а перестройка может занимать не долю секунды, как там в обычной жизни, да, как в норме происходит, а занимает, например, несколько минут. И ребенку для того, чтобы перестроиться на что-то новое, нужно несколько минут. Представляете? Вот ко мне кто-то прикоснулся, и моей нервной системе нужно несколько минут, чтобы понять, что произошло. А так как, но у меня нету этих нескольких минут, потому что я уже отреагировала, укусив, например, да, потому что это страшно и непонятно, что происходит. Вот и все. И мы даже не понимаем, что происходит с ребенком, только видим, что он кусается. Вот. А на самом деле сложность может быть здесь. Или вот как раз дети с высокой чувствительностью слуха, да, со слухом очень часто такое встречается, потому что слух, звуки – это то, что проникает к нам значительно быстрее, чем прикосновения, например, да, и их гораздо больше, нежели прикосновений. Ребенок с гиперчувствительностью кожи, да, может контролировать, чтобы к нему никто не прикасался, а звуки он контролировать не может. И от этого у него могут быть сложности. И любой новый звук, например, звук включающегося пылесоса, да, классический пример, может вызвать у ребенка панику. Не потому что, там, он бояка, ну, я сейчас так грубо говоря, а потому что у него могут быть сложности модуляции. Ему нужно время для того, чтобы этот звук принять. Поэтому всегда рекомендуется таким детям, да, сначала предупреждать, да, что сейчас будет включиться пылесос, потом ему нужно время для того, чтобы он эту информацию принял в себя, пережил в себе протест и так далее, и потом-то подключается пылесос. Вот. Конечно, мы не можем весь мир подстроить под такое, да, звуки могут возникать неожиданно, поэтому мы и работаем со сложностями модуляции, помогая ребенку хоть как-то выправить эту, да, вот эту поломку, и это происходит. Например, мы ребенку предлагаем надевать наушники строительные, да, ну, которые гасят звук. Дети ходят в этих наушниках. Я знаю детей, которые по городу перемещаются в таких наушниках, потому что они как раз не совсем поглощают звук, но они гасят, громкие непредсказуемые шумы воспринимаются мягче. Вопрос. Любая физкультура, работа с телом, это часть сенсорной интеграции, или сенсорная интеграция, это совсем другое? Так, смотрите, могут быть одни и те же, использованы одни и те же инструменты. Например, мы пользуемся, там, шведской стенкой, пользуемся, там, не знаю, доской для балансира, да, балансировочной доской, там, еще какими-то инструментами пользуемся, которые используются и в ПК, и в любой физкультуре. Вот, но смотря какая цель. Цель физкультуры, это, да, там, как, собственно, в физкультуре, даются какие-то задания, которые ребенок должен выполнять, да, и там есть определенная цель. Цель сенсорной интеграции – не научить ребенка каким-то движением, не научить навыкам каким-то, да, и даже не цель укрепить тело. Цель – подружить между собой все сенсорные системы. Через них приходит и укрепление тела, и приобретение новых навыков, и, там, не знаю, ловкость, и координация, все это приобретается. Но цель в другом. Вот в цели существенная разница. Вот, я сегодня в конце вам покажу еще фотографии, расскажу, как проходят занятия по сенсорной интеграции. Ну, и постепенно, по мере семинаров, тоже буду рассказывать, будет точнее. Нет, все-таки это другое, конечно же, другое. Сенсорный язык доступен каждому живому человеку. Я очень хочу, чтобы вы в это верили, так же, как верю в это я. Каждый человек может обучаться. Каждый. Когда ко мне приходит очередной родитель со слезами, рассказывает, что они сходили там на конищу, и им сказали, что ребенка невозможно обучать, что ребенок не обучаем, у меня внутри поднимается... В общем, я грущу. Потому что я уверена, что каждый ребенок может обучаться. И сенсорика для меня это как раз инструмент к тому, чтобы ребенка, да, с ребенком работать и его обучать. Сенсорный язык – это язык тела. Тело ребенка. Как бы ребенок не развивался, даже если он лежит, да, и, не знаю, не может сам вставать, садиться, ходить, да, передвигаться не может сам, все равно его тело живое. И пока тело человека живое, оно ощущает. И мы можем с вами по сигналам, по двигательным сигналам, видеть, как его тело ощущает. Это то, через что человек взаимодействует и с внешним миром, и с нами в том числе. Это его сенсорный язык. Вот на фотографии здесь, на этом, ребенок с аутистическим спектром, и с... Ну, в общем, у него множественные нарушения развития. Посмотрите, что ему помогает концентрироваться. Во-первых, он в наушниках, как раз тех самых. Это строительные наушники, которые поглощают лишние звуки. Это то, что ему помогает, да, вот, справляться с гиперчувствительностью слуховой. Здесь, к сожалению, нет на этой фотографии еще другого момента. Я ему на ножки кладу тяжелый мяч, утяжеленный. Это мяч обычный, вы, кстати, можете взять себе на заметку, обычный пляжный мяч, который я влюбила воду. Получился утяжеленный мяч такой. И этот мяч я прокатываю по его ножкам. Он сидит, играет, а я по его ножкам прокатываю утяжеленный мяч. Это то, что помогает его нервной, ну, вообще всей сенсорной системе стабилизироваться. Я просто с этим ребенком работаю давно, я знаю его сенсорный язык, я знаю его сенсорные особенности, я понимаю, что ему может помочь сосредоточиться. Я делаю все, чтобы он мог сосредоточиться и вкладывать в баночку вот такие карточки. Ну, то есть его задача в том, чтобы складывать карточки в баночку через отверстие, да, классическим инвесорным материалом. Уверена, что используется и специалистами других профилей. Вот. Но может он это делать только при определенной сенсорной вот такой помощи. Сенсорный язык – это движение ребенка. Поэтому на сенсорном занятии ребенок свободен. Поэтому все самое важное, что вы можете узнать о своем ребенке, находится не в момент, когда он занимается за столом со специалистом, а в момент его свободной игры. Когда он дома просто-напросто играет, когда он на улице гуляет, вы можете видеть, как он ходит, как он реагирует, как он двигается, на что он смотрит, на что не смотрит, на чем останавливается, на чем не останавливается. Вы можете видеть его саморегуляцию, да, где у него есть активность, да, где он изучает, там что-то смотрит, что-то делает, где у него есть спад, он замирает, как бы выдыхает, отдыхает, как бы задумался. То есть очень-очень много информации вы можете узнать, просто-напросто наблюдая за своим ребенком в то время, когда он играет. Это как раз тут навык наблюдения за своим ребенком. Очень буду стараться вам побольше подсказывать того, что вы можете, да, как вы можете наблюдать, что вы можете узнать про своего ребенка. Вот, это сенсорный язык. Теперь, собственно, подробнее, да, для участников, которые еще не слышали про сенсорную интеграцию, про три основных вот этих кита. Три кита на две человека, я так это называла. Пропроцептивная система. Это мышечно-суставное ощущение. У нас есть мышцы и есть суставы. Мышцы, суставы, да. Собственно, это ощущение нам дает понимание того, как мы сидим, как мы вообще, в каком положении мы находимся, какие движения совершаем, да. Вот, например, сейчас вы сидите, к примеру, да, и перед вами, не знаю, что-то находится, дверь, ну, не знаю, что-то другое, да, посмотрите, что там перед вами. Вы можете мысленно представить, сколько вам нужно сделать шагов или какие вам нужно предпринять усилия, движения для того, чтобы подойти к этой двери и открыть ее. Вы можете это мысленно проделать. Вот можете вы это мысленно проделать благодаря мышечно-суставному ощущению. Человек, у которого здесь происходит нарушение, он или не будет понимать, как вообще дойти до этой двери, то есть он может и может, физически он может ходить, да, но он не понимает, сколько ему нужно усилий, чтобы до этой двери дойти. Год ему нужно идти до этой двери или, ну, там, час, то есть у него нету, вообще нету системы координат. И, например, у него может быть в эту сторону нарушение или в другую. Ему кажется, что дверь очень-очень тяжелая, поэтому он идет и эту дверь прямо всем телом пробивает, да, или ему кажется, что она далеко, а она оказывается очень близко, и этот ребенок будет влетать во все косяки, и будет все на ходу сбивать, все будет лететь, да, просто потому, что у него нарушено мышечное суставное ощущение. Вот. Как его почувствовать? Вот это сейчас важный момент. Я очень хочу, чтобы вы все попробовали, да, услышав вот мои рекомендации, попробовали на себе, во-первых, сейчас, а потом попробовали бы практиковали со своими детьми, ну, позже, да, проприоцептивное мышечно-суставное ощущение активизируется в первую очередь через глубокие надавливания. Вы наверняка про них и слышали, да, может быть, не слышали. Глубокое надавливание – это мягкую ладонью. Я беру и надавливаю на мягкой ладонью, да, надавливаю на части, вот я сейчас на руку, да, вам видно? И надавливаю прямо вот, не просто прикасаюсь, да, не к коже я прикасаюсь, а глубину туда. Вы, вот сейчас, если пробуете, вы можете почувствовать мышцы там, да, вот как они прямо вот на них происходят, надавливание, как будто вы хотите прямо через ткани до кости достать. Не жестко, не больно, мягкой рукой и глубоко. Вот это надавливание помогает, да, вот эту проприоцептивную систему активизировать. Дети, вот как раз, как один из вариантов, да, когда у ребенка гиперчувствительность слуха и кожи, высокая чувствительность, вот то, что Наталья, да, по-моему, вы описывали раньше для своего ребенка, запросто может быть, что у него снижена проприоцептивная система, да, ощущения вот эти снижены. И вот такое глубокое проминание всего-всего тела позволит ему все тело лучше ощущать, ярче ощущать. И тогда у него и слуховое восприятие снизится, да, не будет таким острым. И кожа будет не такая чувствительная. Вот. Очень часто я вижу, что у детей перекосы идут именно из-за того, что снижена вот эта чувствительность. Поэтому я всех-всех родителей всегда обучаю вот этому проминанию. Смотрите еще тоже, что важно. Не быстрые, это медленные такие касания, то есть по несколько секундочек прямо вот так надавливаете, да, и опускаете, надавливаете и опускаете. При этом нет никаких массирующих движений, нет поглаживаний. Есть просто ладонь, которая опускается на руку и надавливает мягко, глубоко. Попробуйте, вот сейчас даже слушайте меня, если у вас есть возможность, попробуйте. К примеру, проэкспериментируйте. Возьмем, например, ногу. Вы можете сейчас проминать свою ногу. Несколько секунд, пока я рассказываю про вестибулярную тактильную систему, вот таким образом проминаете только одну ногу. И потом вы почувствуете, ну, давайте тогда сейчас попробуйте, если есть участники, которые это могут сейчас делать, попробуйте. Сядьте удобно и начните проминать ногу. Стопу, пальцы на ноге, пятку, голень, да, сустав. Сустав аккуратненько очень. Лучше на сустав не нажимать. А с двух сторон от сустава взять и надавить, как бы, навстречу друг другу. То есть вот, сейчас как бы это изобразить. Если представить, что это две части руки, предплечье и плечо, между ними сустав. Я беру с двух сторон мягко, да, и немножечко надавливаю друг на друга. Как бы давая суставному, да, активизируя суставное ощущение, да, давая пищу суставу. Да, вот так вот, навстречу друг другу. В общем, это целая наука. Как раз она лежит в основе метода ЧАНД-СПЕЙС. Там ведется работа с детьми до ходьбы. Это как раз корректировка всех двигательных сложностей, нарушений. И работа с детьми БЦП, все там. Вот эта проприоцептивная активизация очень вам рекомендую. О, вы делаете эти упражнения перед каждым занятием. Пробуждением тела. Супер! Просто здорово! Подпрыгивает на носочках, когда в уличные обуви идет. А босиком, если дома, не подпрыгивает. Очень много может быть разных причин. Первая причина, которую я всегда проверяю, что у ребенка с тактильной системой кожи. Вы, кстати, не забыли, вы проминаете ногу. Проминаете все сейчас ногу? Не забудьте, проминаете. Тактильная система. Я сейчас продолжу и буду в контексте вашего вопроса рассказывать. Это сообщение о прикосновениях к коже. На всем теле находится у нас кожа. И прикосновение к коже – это называется тактильная система. Это то, через что мы понимаем границы своего тела. Бывает, что тактильная система гипочувствительно сниженная, чувствительность, когда ребенок кожу свою не осознает, не ощущает. И, соответственно, границы тела у него нет. То есть он не понимает, где он заканчивается, а где начинается уже что-то другое. А бывает наоборот. Гиперчувствительность, высокая чувствительность, когда кожа вся, как броня, к ребенку не прикоснуться вообще. Потому что каждое прикосновение вызывает у него бунокротест. И ребенок – это одна из большого-большого-большого количества причин того, что ребенок уходит в слова, в стихи, в песни, вот в говорение, в такое постоянное говорение, тогда, когда у него снижена, например, тактильная система. Он не осознает границы своего тела, у него нет контура себя, понимаете? Вот вы сейчас сидите, и вы можете каким-то образом чувствовать свое тело. Особенно, если вы сейчас променаете одну свою ногу. Но если у ребенка настолько снижено чувствительность, что он не понимает, где свое тело, то он просто-напросто, его компенсация такая происходит, он уходит в говорение. Это одна из миллионов причин. Вот. Бывает синтез этих причин, да, конечно же. Вот. И третья – вестибулярная система. Сейчас уже про нее закончу для того, чтобы рассказать про ногу, ту самую, которую вы сейчас променаете. Вестибулярная система, да, это, она находится во внутреннем ухе, то есть вот там, да, и поэтому вы можете, да, вот вы меняете положение тела, меняете, да, наклоняетесь, и вы можете чувствовать, вот там покачан, ну, то есть вот такое, да, если вы сильное движение сделали, да, но вы все знаете, вот это кружение, которое, чувство кружения такое, да, которое возникает. Это вестибулярная система нам его дает. Есть дети, у которых она настолько снижена, что любое, они там кружатся, но при этом вообще ничего не чувствуют, да, а есть дети, которые наоборот, малейшее движение, чуть-чуть надвигался ребенок, голова немножечко его относительно горизонта, изменило положение, и все, и у него уже страх и ужас, потому что вестибулярная система слишком чувствительна, да, не обработка не происходит, и ребенок старается избегать двигаться, да, он старается находиться рядом с опорой какой-то, которая ему дает стабильность, он часто может не отпускать родителей, да, держать, висеть на бане, потому что хоть какая-то стабильность в жизни ему необходима. Вот если вы сейчас, да, кто проминал сейчас ногу, скажите, пожалуйста. Можно остановиться. На самом деле это не какая-то жесткая проверка, мне просто интересно. А, вот, вижу. Вы можете сейчас, спасибо вам, о, вижу, отлично, ощутить вот эту ногу, да, вот если вы проминали только одну ногу, сравнить ее с ощущениями в другой ноге. И, скорее всего, одна нога будет очень такой объемной, ярко ощущаться, более целостной, более такой понятной. а другая нога может быть холодной, незаметной, такой более плоской. Напишите свои ощущения, что вы сейчас чувствуете. Теплее и роднее. Здорово. Спасибо, Лариса. Да, ощущение объемности есть, и Раиды пишет. Ага. Вот. Вот, представляете, ярче больше чувствуется левая массированная нога. Да, это не массаж, замер, да, ну, то есть, я поняла, что вы имеете в виду, но я просто хочу сейчас активизировать внимание, массаж, то есть, это немножко другое, надавление, да. Представляете, если вы будете ребенка несколько раз в день вот так проминать, он себя будет значительно лучше ощущать. Надавленное, да. Вы можете не обязательно его отлавливать, да, то есть, только по желанию ребенка, да, короткое время, это не обязательно все сразу целиком тело, это может быть одна какая-то часть, да, если ребенок ходит по потолку, вряд ли он становится даже на несколько минут. Вот. Поэтому поймали, к вам подошел, чуть-чуть попроминали, сколько дал, и побежал дальше. Но интересно, вы можете заметить, вы начинаете его проминать, вдруг ребенок раз останавливается и подставляет другую руку, или пяточку подставляет, да, и уже меньше ходит по потолку, потому что ему очень нравится это проминание. Это воздействие, которое очень на детей влияет. И как раз дети, которые не дают к себе прикасаться, они, да, вот с высокой тактильной системой, они на проминание могут очень реагировать, потому что, смотрите, кожа очень чувствительная, просто как, не знаю, оголенный провод, да, под кожей находятся мышцы, которые как раз голодные, они хотят ощущений, им нужны, нужны ощущения, но кожа их не пускает. Ребенок находится в сенсорном голоде, да, сенсорный голод, и он уходит, как правило, да, когда он же этого не осознает, не понимает, что сделать, как себе помочь. Он находится в сенсорном голоде, и тогда он уходит во всякие, всевозможные компенсации, стимулирование, да, вот все, эти, господи, стимы, да, детей с аутизмом, отчасти, да, могут быть, как компенсация сенсорного голода. Вот как раз говорение постоянное, не знаю, какие-то движения, не а, там, да, вот, стереотипные, да, вот это все может быть причиной сенсорного голода. Мы всегда это обязательно проверяем, прежде чем думать, что ребенок теперь будет так делать всю жизнь. Может, его надо просто накормить сенсорно, да, вот, и оживает тело. Задача сенсорной интеграции познакомить человека с собой, со своим телом, познакомить, да, подружить сенсорные системы между собой, подружить нас, взрослых, вот с этим ребенком, который вот так вот делает, да, научить взрослых принимать ребенка таким, какой он есть. и только вот из этого тотального принятия мы можем с ребенком взаимодействовать. Сенсорный язык, о котором я говорю, возможен, да, его можно понимать только тогда, когда ребенка, вот, прям принимаешь. конечно же, я понимаю, что это, да, какая-то компенсация, он что-то этим делает. Но вот у каждого человека, я не сейчас не хочу вас в чем-то убедить, или ни в коем случае не убеждаю вас в чем-то, да, конечно же, нужно разбираться, что произошло, что ему помогает, для чего он это делает, какие ему будут предположения, да, для чего он это делает. Но, вот я, например, и у каждого человека это есть, когда думаю, я часто вот эту часть пальца, вот так вот надавливаю, просто это привычка, да, по курсу, с детства привычка такая, да, то есть у нас у каждого человека есть какие-то сенсорные стереотипы, можно так сказать, которые нам позволяют сконцентрироваться или успокоиться. Да, вы под наблюдайте, они у каждого человека есть. Другое дело, что они могут быть социально приемлемыми и социально неприемлемыми, да. Понятно, что там, если у меня есть привычка ковырять носом, там, простите, да, ну, это я сейчас так, как пример, то я, как взрослый человек, буду во взрослом, в общественном месте удерживаться, да, контролировать эту привычку. Ну, то есть я сейчас вот про что говорю, чтобы вы тоже понимали, да, ну, о чем я. Вот. Но в любом случае, да, первая версия, которую я всегда отрабатываю, это что с чувствительностью рук. Возможно, он таким образом, как бы дает растяжку мышцам, да, больше чувствует мышцы и суставы в ладонях, в руке. Поэтому попробуйте, там, например, неделю много-много проминать. Проминание пальцев показываю, смотрите, каждую фалангу беру и вот так вот сжимаю. Тоже мягко, глубоко, точно так же, как сейчас проминали ногу. Каждую часть пальца, вот смотрите, у нас три фаланги, да, каждую фалангу проминаю. Прямо надавливаю и держу, держу. И так каждый пальчик. Это очень хорошая активизация, да, это очень хорошая стабилизация для ребенка. Вот сейчас я тут увидела, да, кто-то пишет, подсовывают под меня ноги. Да, 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 это тоже потребность в глубоком надавливании, тоже проприоцепция. Проприоцепция – это прямая, прямой разговор с нервной системой ребенка. Когда ему сложно успокоиться, сложно заснуть, сложно, как бы, расслабить нервную систему, да, он интуитивно ищет глубокое ощущение, глубокое мышечное, суставное, да, то есть глубокую чувствительность ищет. Поэтому он подсовывает под вас ноги. Если вы еще ляжете на него сверху, это еще ему будет большое счастье. Вот. И ребенку, который вот так, вот таким образом делает, тоже попробуйте проминать руку, ладонь, пальцы, всю руку, вплоть до плеча и посмотрите, что будет происходить. Каким образом тяжелое одеяло может способствовать сенсорной интеграции? Конечно же, это один из классических инструментов сенсорной интеграции. Это не значит, что вам нужно срочно всем броситься покупать тяжелое одеяло. Вообще нет. Я вообще не сторонница того, чтобы у всех родителей дома была сенсорная среда и все инструменты сенсорные были. Я сторонница того, чтобы родителей научить, как вы можете с помощью своих рук, с помощью своего тела, с помощью понимания ребенка помочь ребенку с сенсорикой. Вот. Но тем не менее, раз уж вопрос есть у замеры, да, тяжелое одеяло, это как раз надавливание глубокое, да, воздействующее на проприоцепцию. И, конечно же, так как все три системы находятся вместе, да, все-таки организм целостный, то мы не можем, это я вам сейчас так разделила искусственно, да, что есть проприоцепция, вестибулярная и тактильная. Вообще они, конечно же, даже если есть нарушения сенсорной интеграции, они все равно соединены. И поэтому, например, если у ребенка высокая чувствительность вестибулярная, как раз там, сложности с удержанием положения тела, с равновесием, то мы можем через глубокую чувствительность, через проприоцепцию, через как раз утяжеленное одеяло, через продавливание, проминание глубокое, через вот такие всякие игры, мы можем помочь стабилизироваться вестибулярным ощущениям. То есть мы можем всегда видеть, в чем проблема у ребенка, но работаем мы не с проблемной зоной, а работаем с тем, что как раз, ну, что, ну, через то, что ребенку приятно, да, если мы давим на проблему, мне иногда говорят, ребенок не хочет качаться на качелях, он боится качелей, а если я его буду тренировать, может быть, я натренирую его вестибулярную систему, я отвечаю, нет, ни в коем случае. Чтобы вестибулярная система была стабильна, мы можем работать с тактильной, можем с проприоцептивной системой работать, можем со слуховым восприятием работать, со зрительным очень, да, то есть с разными другими системами, которые помогают выстроиться в вестибулярную. Как проходит занятие собственно, у меня еще, да, есть 10 минуточек, чтобы как раз вам хотя бы немножечко показать, рассказать, несколько фотографий показать. Смотрите тоже, что вы можете дома применять. Вот. Мои следующие вебинары, они все, да, вот цель именно про то, чтобы вам показать, что вы можете делать дома. Поэтому используйте. Специально выбираю фотографии, где то, что доступно дома. Я в своей среде, в глубине, в своем центре, стараюсь использовать то, что возможно использовать дома. Например, ткань, занавеска, тюлевая ткань, но это ничего нового я вам не скажу. Возможно, и вообще ничего нового вам не скажу, но тем не менее, в которой можно ребеночка катать. Если у ребенка высокая чувствительность вестибулярная, он боится качелей, боится непредсказуемых каких-то качаний, то сначала ткань лежит на полу, ребенок на нее садится, и мы очень-очень аккуратненько, подготовив ребенка, сказав ему, что сейчас мы будем качаться, чуть-чуть, приподнимаем ткань, немножко, потом на подольше, еще подольше. Таким образом вестибулярная система адаптируется. Прозрачная ткань, это очень здорово, потому что если ребенку страшно, то он может внешне, то есть есть зрительная связь с миром, она есть. В принципе, занятия проходят в свободной игре, дети играют. Я настраиваю среду, зал, среда, это так называется пространство, потому что оно настроено, как музыкальный инструмент настраивают, я его настраиваю, зал настраиваю для ребенка. Если приходит, я знаю, что ребенок сейчас с гиперчувствительностью вестибулярной, с такими-то сложностями, задачи, которые мы с ним решаем такие-то, 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 я понимаю, что ему нужны такие-то, такие-то, такие-то инструменты в зале. Я их выставляю, вешаю, выкладываю, и все остальное я убираю. И дальше ребенок в зале играет, сам, он сам выбирает, что он будет делать. Потому что для меня большое значение имеет способность ребенка делать выбор. Буду в других вебинарах про это говорить. И чтобы он не делал этот ребенок, все будет для него полезно. Часто родители не понимают этого. Мы все воспитаны с вами в том, что ребенок должен сделать задание, тогда он что-то там чему-то научился. А если не давать задание, так, наверное, ничему и не научится. Так вот, не так совсем. Тут все зависит от того, как настроено помещение, насколько оно грамотно выстроено. Вот, вот смотрите, например, вот это мяч, фитбол, только он немножко сдук. Эту идею я подхватила у одного специалиста, он из Германии, он проводил семинар по телесной терапии с детьми. И мячики он использовал вот такие мягкие, то есть полуздутые. Очень рекомендую. Попробуйте сами, фитболы наверняка у многих есть дома, да, это сейчас уже распространено становится. Попробуйте его наполовину, ну, не наполовину, ну, хотя бы немножко сдук. Поэкспериментируйте с интенсивностью, да, покатайтесь на нем сами, он очень много новых возможностей вы о нем узнаете. Когда ребенок по нему прокатывается, или вы ребенка прокатываете мячиком, вот, ребенок лежит на матрасике, а вы по нему мячиком прокатываете, это то самое активизация кожи, мышечной мышцы, да, то есть это очень хорошая сенсорная стимуляция. Когда ребенок залезает в гамак, залезает в норку, это отчасти такое, да, проживание внутриутробного состояния своего, да, и до проживания чувства своего тела, границ тела. Дети, которые родились кесарем, да, путем кесаревого сечения, например, они не проходят родовые пути, и у них нет вот этого опыта глубокого проминания, поэтому у них часто глубокая чувствительность недостаточно развита, и как раз в гамаках, в коконах, вот в таких замкнутых домиках дети могут вот эту чувствительность восстанавливать. Татьяна пишет про песок, ссовы туда ноги ходить, да, смотрите, засыпает себе в тапки песок, а еще классная тема носки, засыпать в носки песок, много песка, да, или сначала засыпать туда много песка, а потом засунуть туда ногу, попробуйте. Это и тактильная, и проприоцепция. Смотрите, кожа, это вот, когда песочек сыпется на кожу, да, вот мы посыпаем кожу песочком, да, это тактильная. Когда ребенок зарывается в песок, он хочет глубокого надавливания. Это и тактильная, и проприоцепция. Здесь они вместе работают. высыпают на себя игрушки и песок. Это скорее тактильная чувствительность. Вот, например, у нас есть, вот смотрите, на заднем плане там бассейн с каштанами. Мой первый центр называется Каштан, именно потому, что я тогда открыла, 7 лет назад, открыла возможность использовать сенсорный, как сенсорный инструмент каштаны, и с тех пор они всегда находятся в моем зале. И вот как раз тоже активная чувствительность, прекрасный инструмент для активной чувствительности. И вот ребенок может, в зале я все время наблюдаю, куда ребенок пойдет, чем он будет заниматься, что он выбирает. Природа так устроила, что ребенок, как бы он не развивался, с какими сложностями ребенок в своем развитии не столкнулся, с какими синдромами, не знаю, нарушениями и так далее, он будет интуитивно искать то питание для себя, питание своему телу. Ребенок с умственной отсталостью может, способен выбирать в сенсорной среде для себя занятия. Просто мне часто говорят, что дети с умственной отсталостью не способны выбирать. Я категорически с этим не согласна. способны, если тело чувствует, мы помогаем телу чувствовать, ощущать, и тогда ребенок выбирает. И я, например, замечаю, что из раза в раз из занятия в занятие он приходит в, например, каштан, сидит в этих каштанах и играет. Или чуть-чуть в каштанах посидит, выбегает, потом снова в каштаны идет, потом выбегает и снова в каштаны. Я понимаю, что это такой у него ритм. то есть я по его поведению, по тому, как он играет в среде, могу понять его сенсорный язык, его сенсорные предпочтения. Как он на голове по стенам ходит, как это происходит. Кстати, сенсорика очень помогает ребенку обнаружить новые варианты движения, кроме как бегать по стенам. У нас проходит занятие в воде тоже. Специально есть небольшой бассейн с теплой водой. И это не занятие плавания, это сенсорная интеграция в воде с помощью воды. И вот экспериментирование такое с тем, что тело умеет в воде. Понимаете, вот в этом разница. Когда ребенок приходит на обычное обучение плаванию, ему тренер, инструктор дает упражнения. Как что делать? Работать больше ножками, дышать его, выдыхать воду и так далее. Это все очень полезно и нужно. Но задача сенсорной интеграции, познакомиться со своим телом. И вода как раз очень классно помогает в этой задаче. Ага, Лиана, тоже набрали каштаны, да-да-да, ложится, ходит по каштану. По каштанам, кстати, так больно ходить, попробуйте, вообще умеется. Некоторые дети с удовольствием ходят. Это тоже к нам сигнал о том, как устроена их сенсорная система. Если у вас нет каштанов, то можно использовать грецкие орехи, например, камушки, но камушки в зависимости от того, какие у вас дети, не опасно ли это. У нас есть случаи, когда это может быть опасным, поэтому мы не всегда это используем. Или вот такой вариант. Это работа с вестибулярной системой, с тактильной. это такой пример, который описан, классический пример сенсорной интеграции, описанный в книге Улы Кислинг «Ребенок сенсорной интеграцией в диалоге». Тоже есть книжка на русском языке, рекомендую вам. Ула Кислинг «Сенсорная интеграция в диалоге». Это крем, который мы выдавили в баночке с кремом на покрытие с полиэтиленом. И девочка, у нее ДЦП, мы в общем-то мы играем, мы рисуем. Она двигается там, хочет, ползает, ее добавляло, что там скользко, то есть она может скользить, но там даже варианты, видите, у нее спинка вся белая, мы ее все обмазали, только потому, что она позволяла себе. То есть это игра, в которой ребенок инициатор деятельности. Вот как раз к вопросу о том, как выбрать специалисты по сенсорной интеграции, я считаю, что занятие сенсорной интеграцией не может быть, если там даются упражнения. Не может быть. Поэтому, если сейчас сенсорная интеграция набирает обороты, и часто за этим словосочетанием совсем другое что-то. Если там даются задания, то возможно, они направлены на сенсорную интеграцию, но это немножко не то. Так вот, это диалог. Ребенок, предлагаю ребенку, он может вообще не пойти в это, может пойти, но играть только ручками или еще как-то, может лежать, может сидеть. Дальше ребенок каким-то образом свободно там двигается в рамках вот этой зоны. И мы присоединяемся к его игре, играем вместе с ним, но при этом все время удерживаем свои задачи перапевтические и задачи их, ну, собственно, это уже в этом здесь метод, как эти задачи реализуются. Вот, еще есть бочка, ну, инструментов много, я буду вам их тоже постепенно показывать, да, бочка 250, по-моему, литров из-под соленых огурцов, она у нас несколько лет пахла солеными огурцами, но это было не специально. Суть бочки в том, что ребенок может качаться, он в нее может забираться как в норку, да, по ней можно звучать, по ней можно стучать, в ней много звуков можно издавать, и это слуховое восприятие, то есть здесь очень много разных игр, но самое главное это то, что дети получают удовольствие, да, сенсорное занятие не может быть, если ребенок в нем не получает удовольствие. если не получает удовольствие, я думаю, что сейчас, что с ним такое, что ему мешает, неправильно настроена среда, или там ребенок в тревоге, или еще что-то такое, то есть есть всегда причины, которые необходимо сначала устранить, и только потом уже работает, собственно, сама терапия начинается. А вот на второй фотографии, на правой, мы с ребенком взбиваем пену. Я Монте-Сори-педагог, еще раз говорю, я синтезирую сенсорную интеграцию с Монте-Сори-методом, потому что сенсорная интеграция это почва, а Монте-Сори-метод для меня это инструмент, через который ребенок может обучаться. Это обучение. И как раз когда ребенок сначала активно сенсорно насыщается, он способен сконцентрироваться на таких уже более сложного уровня задачах, как, например, сбивание пены. Потому что там много задач, надо налить воду в мисочку, налить мыло, венчиком взбивать, то есть много задач, которые мы с ребенком решаем.